В конце 32-й главы должно произойти еще одно важное событие. Здесь очень необычный фрагмент Слова Божия. Здесь перед нами очень важный фрагмент Слова Божия. Но толковать этот фрагмент Слова Божия и понимать его очень нелегко. В английском языке есть такое слово. Это философский термин. Phenomenological. По-русски феноменологический. То есть, описывающий то, что кажется. Описывающий то, что кажется на поверхности. Иногда Библия говорит феноменологический. То есть, описывающий лишь внешнее проявление. Внешне кажется, что в 24-м стихе Иаков остался один, и боролся с ним некто, боролся с ним какой-то человек в темноте до восхода солнца. Но чем дальше мы читаем этот фрагмент, тем больше мы понимаем, что непростой человек с ним боролся. Иакову сначала показалось, что это человек. Поэтому Библия говорит с точки зрения восприятия Иакова. Иакову показалось, что он борется с каким-то человеком. Может быть, это кто-то из воинов Исава. Может быть, это первый из тех, кто пришел для того, чтобы убить его. И он начинает сопротивляться. Он начинает бороться. Но в 25-м стихе оказывается, что этот человек коснулся состава бедра его и повредил бедро. Теперь Иаков не может ходить, ему больно, он слабый, он знает, что победить не в состоянии. Но он понял также, что боролся не просто с человеком, с кем-то, кто больше от человека. Потом этот некто говорит, отпусти меня, потому что солнце уже восходит. А Иаков говорит, нет, не отпущу. Не отпущу, пока не благословишь меня. Но вот в чем вопрос. Кто имеет власть благословлять Иакова? Иаков говорит, мужчина, человек говорит Иакову, как тебя зовут, как тебе имя? Это 32 глава книги Бытия. Давайте задумаемся. В прошлый раз, когда Иаков просил благословения, или, по крайней мере, когда он просил человека о благословении, эта просьба была обращена к его отцу, к Исаку. Когда Исак спросил, кто ты, сын мой, он ответил, я Исаф, первородный твой, первенец твой. Итак, Иаков просил благословение, и говорит, меня зовут Исаф. А здесь он просит благословения, и у него спрашивает, как тебя зовут? Он говорит правду, меня зовут Иаков. Он говорит правду. И тогда этот некто говорит, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Вот два вопроса. Кто имеет силу благословить Иакова? Во-вторых, Кто имеет власть дать Иакову новое имя? У меня трое детей. Я даю им имена. Я дал им имена, потому что они мои. У меня двое внуков. Я хотел дать им имена. Но не получилось. Не разрешили, потому что не мои они. Вы властны давать имя лишь тому, кто принадлежит вам. Мы называем своих детей, не чужих. Этот человек назвал Иакова. Это очень важный фрагмент Священного Писания, потому что мы впервые здесь видим в Библии слово «Израиль». Теперь у Иакова два имени. Иаков, хитрец, обманщик, узорпатор, если хотите. И Израиль. Тот, кто боролся с Богом. Кто боролся с Богом и победил. Иаков говорит этому человеку, «А как тебя зовут? Как тебе имя?» Мы читаем, он благословил его там. И назвал он, нарек Иаков имя месту тому, Пенуэл. Ибо он говорит, «Я видел Бога лицом к лицу». Он понял, что это Бог. Он понял, что боролся с Богом. Помните, мы с вами говорили о еврейской фразе «Малах Яхве» – «Ангел Господень». Мы с вами говорили о том, что в Библии в большинстве случаев слово «ангел» значит «сотворенное существо». Архангел, Херувим, Серафим. Но ангелы сотворены. Но не всегда это так. Ведь слово «ангел» значит просто «посланник». Иногда слово «ангел», особенно когда оно употребляется в контексте «ангел Господень», не означает «сотворенное существо». А напротив, несотворенное существо. Но единственный несотворенный – это сам Бог. Помните, например, «ангел Господень» явился о Гаре в 16 главе книги «Бытие». Мы с вами пришли к тому, что если согласовать все библейские фрагменты «Бытие 16», «Бытие 32», книга «Судей 13 глава» и другие места Ветхого Завета, мы с вами пришли к согласию о том, что видимый Бог в Новом Завете – это Иисус из Назарета, а видимый Бог Ветхого Завета – это ангел Господень. Мы также с вами сделали вывод о том, что Иисус из Назарета есть воплощенная вторая ипостась Божества, воплощенная вторая ипостась Троицы, а ангел Божий – вторая ипостась Троицы до воплощения. Когда Яков боролся с этим человеком, он говорит «Я боролся с Богом, я видел Бога лицом к лицу». И называет он это место Пануэл. Мы с вами изучали «Бытие 28 глава». В конце же первой главы Евангелия от Иоанна мы с вами видим указание на лестницу Якова и на лестнице ангелы – сам Христос. Вполне возможно, что и боролся он ни с кем иным, как со Христом. Это поразительная мысль. Но мы с вами складываем вместе все доказательства, все аргументы и приходим именно к этому выводу. 31 стих. И взошло солнце, когда он проходил Пануэл, и хромал он на бедро свое. Хромал, то есть шел, но плохо шел. Медленно шел. Теперь ему тем более никуда не побежать. На что раньше надеялся Яков, чтобы добыть желаемое? Ну, на свою силу, конечно. Как он хотел убежать от Исаа в 8 главе благодаря своей скорости? Как он намеревался избавиться от гнева Исаа в 32 главе? Он бы хотел побыстрее побежать, но теперь он и бежать-то не может. Теперь он хромает. Я пишу блог. У меня есть свой блог. Этот блог называется Jacob's Lamp. Jacob's Lamp. Хромота Якова. Хромота Якова. Рана. Ранение. Трудность. Это ведь неплохо. Это хорошо, если дает ее нам Бог. рана, ранение, трудность. Это хорошо, если она помогает нам уповать на Бога, а не на себя, не на свою силу. Яков уже не может никуда убежать. Он боролся с Богом. Но Бог его не укрепил, не усилил. Бог даровал ему слабость для того, чтобы Якову не оставалось выбора, кроме как уповать на Божию силу. Если цель это упование, если смысл в том, чтобы научить нас рассчитывать на Бога, уповать на Бога, если цель это упование, то слабость становится для нас преимуществом. Если я должен научиться уповать на Божьи ресурсы, на Божьи средства, то хорошо, если у меня собственных ресурсов не хватает. Потому что реальность в том, что пока я остаюсь сильным, я буду уповать на собственную силу, а не на силу Божию. Когда я по-настоящему слаб, вот тогда и только тогда я научаюсь уповать на Божью силу. Именно поэтому апостол Павел говорит, в слабости моей проявляется сила. Вот почему Павел говорит «Бог проявляет свою силу в слабости». Невероятное, поразительное библейское место, поразительный библейский фрагмент. И художники старой школы часто изображали этот фрагмент священного Писания на картинке, на рисунках. Яков борется с ангелом, но не с самим ангелом, не с тварным существом, а с Богом, сотворившим Иакова, давшим ему имя, давшим ему благословение. В 32 главе Иаков уходит хромая. Он физически слаб, но духовно окреп. И в этом своем сломленном состоянии слабости, когда он не может больше убежать, он видит Исава, приходит момент истины. Он видит Исава и видит 400 человек с ним. Он разделяет детей, он ставит Архиля и Иосифа в самый-самый тыл, но он же сам выходит вперед и поклоняется своему брату. И тогда происходит удивительная, прекрасная вещь. Исав бежит навстречу ему, обнимает его, падает ему на шею в рыдании. Вот что я вам хочу сказать. Некоторые библеисты, некоторые проповедники долго-долго рассуждают о том, кто из Библии спасен, а кто нет. Я знаю одного известного проповедника, который не верит, что Адам и Ева попадут в небеса. Я лично считаю, что попадут они. Конечно, попадут. Но есть известные проповедники, которые с этим не согласны. Есть один библейский проповедник, который говорит, что Ева будет в небесах, а Адама там не будет. Поразительная мысль. Но мне кажется, что оба они будут в небесах, оба они будут в раю. Некоторые люди полагают, что Лота в небесах не будет. Я считаю, что будет. Есть люди, которые полагают, что царя Саула, первого царя Израиля, тоже не будет в небесах. Я боюсь, что они правы. Я сам не уверен, будет ли Саул в небесах. Как-то оснований для надежды он нам не так много дает. Совсем немного. Сложно все это разложить по полочкам. Сложно понять. Я знаю, что Давид будет в небесах. Не знаю, будет ли там Версавия. Не знаю. Хотя да, Бог ее использовал. Через нее пришел Христос. Она была мать Соломона. Вполне возможно, что именно о ней Соломон говорит в 31 главе книги-притче. Возможно, она будет в небесах. Надеюсь, что все-таки будет. Об Исаве очень часто спорят. Есть в Библии фрагменты, например, евреям 12 глава, на основании которых мы боимся, что, возможно, он не будет в раю. Есть один фрагмент, который дает нам очень серьезную надежду, что в раю Исав все-таки будет. Вот это фрагмент, который сейчас перед нами. Бытие 33. Где Исав прощает своего брата и примиряется с ним. Сила прощения исходит от Бога. Сила прощать только от Бога. Ее нет в исламе. Нет в исламе идеала прощения. Там идеал совершенно другой. Это месть. Прощение это дело Божие. Но, что я вам скажу. Не знаю, говорил я уже об этом в предыдущих беседах или нет. Если говорил, простите меня, пожалуйста. Но все-таки повторюсь. Нельзя простить того, кто заслуживает прощения. Если кто-то заслуживает прощения, простить его просто невозможно. Почему? Потому что, если он заслуживает прощения, то это уже не прощение. Это просто заслуженное понимание. Простить можно только того, кто не заслуживает. Вот что такое прощение. Небеса полны людьми, которые не заслуживают. В небесах, в раю, все не по заслугам. В аду все по заслугам. В небесах люди получают не того, что они заслужили, а того, что заслужил для них Христос. В аду же всем все по заслугам. Если мы решаем кого-то прощать, то мы совершаем райский поступок, небесный поступок, поступок Иисуса Христа. Основания для прощения никогда не найдем мы в заслугах или праведности того, кого прощаем. Мы прощаем не потому, что он заслужил. Мы прощаем потому, что Христос дает нам основания. Не тот, кто оскорбил нас, не тот, кто обидел нас, а Христос. И вот что поразительно, каким-то образом, как-то Исаф нашел благодать для того, чтобы простить. Все эти подарки, которые Яков посылал Исафу, заставляют задать нам, заставляют нас задать очень интересный вопрос. Почему Исаф хотел благословений? Почему Исаф хотел наследия? Чего хотел Исаф? Духовных благословений от предлежности к семье Исаака, Еврама? Думаю, вряд ли. в послании к евреям 12 глава мы читаем о том, что по большому счету Божьи дела Исаф не волновали. Волновали его скорее материальные преимущества, деньги, финансы. Что же дает ему Яков? Материальные преимущества. Не один подарок, но два. Не два, но целых три. Не три, но аж четыре. Не четыре, но даже пять. Огромные материальные преимущества. Домашний скот, животные, ценные животные, которые будут плодиться и размножаться, которые дорого стоят. Яков действительно дает большую часть наследства Исау. Исаф плачет, рыдает, Исаф целует его. Исаев хочет познакомиться с семьей Якова. Жена и дети поклонились Ему. Исаф говорит, знаешь что, не нужна мне твоя собственность. Не нужны мне материальные преимущества, потому что у меня и так много. А он говорит об этом в девятом стихе. Он говорит, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. тебя. Но интересно, что он ни день не говорит, Бог мне это дал. Он просто говорит, у меня много, у меня и так много. Яков говорит, нет, все-таки возьми, все-таки возьми и наслаждайся. И тогда он взял подарки. 11 стих. Кстати говоря, на Древнем Востоке именно так и торговались. Помните, как Авраам пытался купить клочок земли, чтобы похоронить Сару? И владелец этой земли говорит сначала, нет, 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 не нужны мне какие-то деньги. Но он все-таки взял деньги. И Исаф также говорит, нет, не нужны мне подарки. А потом все-таки взял. если торгуешься на Востоке со знакомым человеком, скажешь, ну что ты хочешь за это? Он говорит, да нет, ничего, я тебе в подарок отдам. Ты говоришь, хорошо, договорились. А потом он вдруг говорит, нет, 50 долларов. Так на Востоке всегда делается. Сначала говорят, я тебе отдам бесплатно, я не возьму никаких денег. А потом все-таки берут. Такая культура, так они устроены. Вот это мы видели, кстати, с вами в 18 главе книги Будье, когда Авраам молится о городах Содом и Гамора. Яков и Исаф примирились, но разделились. Они не пытались жить вместе. Яков поселился в месте, которое называется Сихем, в земле Ханаанской. И там он знакомится с богатым землевладельцем, зовут его Еммор. Там он строит жертвенник и называет этот жертвенник Господь Бог Израилев. Он он говорит, что он говорит, что он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok